Игрушки Поэтому мне хотелось сделать именно механику, чтобы она двигалась. Потому, что на самом деле, мало конструкторов, в которых реализована механика, тем более сложная механика, чтобы можно было завести, но там поехал. Идея трансформировалась несколько раз, то есть это были и 3D-пазлы. Многие нас сейчас так и называют. Это был и проект над работой создания партворка, это коллекции журнальные. мы пришли к тому, что наша продукция является сегментом хобби. То есть это вот определили сами покупатели уже в процессе развития предприятий. У людей появляется все больше свободного времени, и они хотят его занять чем-то увлекательным и необычным. Поэтому сегодня наши механические деревянные конструкторы экспортируются в 26 стран мира. Среди них Соединенные Штаты Америки, Канада, страны Евросоюза. В частности, Германия, Франция, Польша, Нидерланды. Заказывают наши 3D-пазлы в Гонконге, Южной Корее, Сен-Гапуре. Чтобы собрать такую модель, не обязательно быть инженером. Не требуются и специальные инструменты, не нужен клей. Механические пазлы раскроены с точностью до микрона. Много раз проверены, поэтому собираются легко. За качеством на производстве следят неукоснительно. Мы очень серьезно относимся к качеству. Наши партнеры за рубежом были приятно удивлены, что в Украине могут делать продукт мирового качества. В настоящее время разработано около десятка механических моделей игрушек. Среди них трактор, комбайн, паровоз, трамвай, механический театр и другие. Но самое интересное, что после правильной сборки все они функционируют. Дверцы и люки открываются, колеса и шестерни крутятся, а сами игрушки передвигаются. Понимаете, у человека в голове ломается шаблон. Деревянное, оно должно не двигаться. Когда тут стоит деревянный трактор, и потом ты его заводишь, он ездит, вызывает восторг какой-то, потому что как? Ломается стереотип. И вот за это люди любят очень нашу модель. А также оно большое. Сейчас механизмы все маленькие. Ну, выгоднее делать пластиковые, маленькие, спрятать где-то его. А здесь большое крутится, а вращение шестерен, оно отдает как бы вечностью, можно так сказать. То есть, когда несколько штук крутятся, ты не можешь оторвать от этого взгляд. Оно завораживает. Мозг пытается собрать это все в кучу, как оно работает. Оно еще прозрачное, вот за это люди любят. Трактор, комбайн и трамвай ездят на резиномоторе. Так его называет сам производитель. Движущей силой тут является обычная канцелярская резинка. Шкатулка-визитница открывается. Лестница у пожарной машины выдвигается, а башня поворачивается. Ну, а сейф, как настоящий, закрывается на цифровой механический замок. Я дарила сейф своей подруге. У меня есть подруга в Норвегии, которой тоже очень это нравится. Она, когда ко мне приезжает, то мы постоянно сидим, что-то собираем. Трактор, театр. Ну, вот сейчас она приезжала, я ей подарила сейф. Вот в будущем планирую подарить грузовичок. Я думаю, будет интересно. Хоть и модель вроде бы и не женская, но интересно. Просто очень интересна сама сборка. Тот, кто любит конструировать, собирать, очень понравится. Это качественный материал. Но там лежат доски, а вот линии, которые на них, вот они создают продукт. Я поэтому люблю говорить, мы пишем музыку на фанере. Потому что вот эту симфонию выписать, ее-то начеркать быстро-то можно. Но чтобы оно поехало, там приходится тратить реально месяцы. Рецептов никаких нет. Каждый раз приходится изобретать колесо. В такой работе компьютер мало помогает. Специфика накладывает ограничения. Из-за того, что у нас все из дерева, нам приходится некоторые штуки изобретать заново. Как сделать так, чтобы оно деревянное, там подшипники, он вращался. Это трудно. И поэтому по несколько месяцев дизайнеры разрабатывают, мучатся. Потому что там до микрона иногда чуть-чуть ошибся сюда, оно уже затрет и не движется. А так движется. Или там захлопывается, но не до конца. Были модели, которые так и не вышли. И мы их не забросили, мы их отложили, к ним вернемся. Мы внутри компании называем новые технологии. С нашими новыми. Что имеется в виду? Вот этот накопленный опыт вот этих маленьких пимпочек. Один дизайнер придумал соединение какое-то. Второй придумал, что вот можно так делать, так вставлять, так зажимать. И потом вот этот накопленный опыт уже реализуется от других моделей. Прекрасному предела нет. Поэтому в предприятии есть дизайнер, который отвечает за красоту. Доработки подвергаются даже самые сложные модели. Я смотрю, чтобы наши модели имели эстетичный вид. Чтобы все линии были плавные. Чтобы все линии были тоненькие, красивые. Чтобы гравировочка вот соответствовала. Чтобы человек, который собрал нашу модельку, да, посмотрел и сказал, Да, это красиво, это эстетично. Были попытки раскрасить шестеренки. Получилось красиво, но дальше не пошло. Как говорится, на вкус и цвет никогда не угадаешь. Мы делали это для выставки. Да, людям нравилось. Даже была такая когда-то идея, ну, вместе с красками продавать. Ну, как бы, не вышло. Решили, что если человек захочет, он может приобрести краски. Мы подскажем, какие, и самому разукрасить. Упор украинские разработчики решили сделать на деревянных зубчатых колесах. Конструктор, где механизм стал частью дизайна, где видно, как вращается каждая шестеренка и ходит каждый рычаг, казалось необходимой и достаточной изюминкой на мировом рынке. Мы стараемся механизмы открытыми делать. Ну, я это называю стимпанк-фантазия. То есть у нас наш паровоз, он на самом деле, он же нереалистичный. Он такой дырявый весь, с шестернями. И сам паровоз, и шестерни нас относят вообще в какую-то другую эпоху. Оно создает такую квинтэссенцию этого дела. И мы их воспринимаем как произведение искусства, на самом деле. Не модельки. Нас иногда спрашивают, где у паровоза труба? Там кто-то ругает, ваш трамвай выглядит нереалистично. Его надо закрыть, забить досками, чтобы он выглядел реалистично. Но мы не работаем в реализме. Вот есть художники были реалисты, а потом возникли экспрессионисты. Вот воспринимайте нас как экспрессионистов. У нас может быть самолет, который не летает, но красиво стоит и очень красиво крутит своими винтами. То есть мы создаем искусство. Жизнь становится намного интереснее и увлекательнее, если позволить себе играться в игрушки не только в детстве. Наверное, поэтому деревянный экспрессионизм очень успешно продается во всем мире. Среди потенциальных моделей сотни устройств. Мельницы, граммофоны с деревянными пластинками, музыкальные шкатулки, механические часы.